Итак, дорогие друзья, в курсе 15 мы будем с вами создавать собственные теги в Django. Значит, ребят, посмотрите, во-первых, курс. Очень подробно, один из уроков я все разъяснил. На чем мы будем здесь обращать внимание? Здесь важно, самое важное, на чем мы обращаем внимание, это понять смысл трех вещей. Это инструменты, которые представляет Django для создания. Это sample тег, простой тег, inclusion тег, включение и assemble, я плохо говорю по-английски, главное, что все вы поймете. Присваивание. Итак, ребята, я дал весь код, все дал. Что мы должны получить? Смысл следующий. Создание тегов самих идет везде одинаково. То есть мы разобрали в курсе очень-очень подробно. А дальше разобрали по вариантам. То есть когда у нас простой тег, когда включение, это очень мощный инструмент, который мы можем использовать абсолютно везде. И присваивание. То есть это для обработки сложных вещей. Освоив теги, вы сможете делать поистине фантастические вещи. То есть для вас пропадут все ограничения по выводу в шаблоны вообще всего, чего вы хотите. Хотя Django представляет большое количество тегов, но если нам их не хватает, то мы можем написать свои теги. У нас мы напишем следующее. Первый простой тег у нас будет выводить общее количество сообщений в блоге. Допустим 9. Второе. Последние три записи выведет. Вот они, да. И самые комментируемые. Комментируемые, то есть самые три поста. Мы можем там и 3, и 5, и 10 вывести. Самые комментируемые. Вот на этом мы заострим внимание. Значит, ребят, в конце урока я очень рекомендую вернуться к домашнему заданию предыдущих уроков по агрегации. И вернуться, как я и сказал. То есть, что сделать? Агрегация, она, это, выбираем, допустим, вот у нас есть, как тут объяснить попроще. Попроще это следующее. Вот видите в нашем блоге схожие посты. То есть у нас, по сути, каждая запись имела тег. И тег был бирт, да, птица. И мы хотим предложить пользователю почитать посты с этим тегом. То есть, это сложная выборка. Так вот, я не зря вас вернул к домашнему заданию и сказал, что, ребята, агрегация быстро не дается. Но ждать, что она сама у вас проявится, тоже не нужно. Потому что ничего тогда не будет. Надо написать 5-10 приложений. Посмотреть курс, где мы агрегацию разобрали подробно. Потом, как я говорил, что сделать? Создать приложение, вбить модель со справки и проделать все вот это. Вот сейчас, когда закончить этот курс, я уверен, что большая часть пропустила потом. Нет, потом не надо. Я сказал, что агрегация, это сложная выборка, когда мы с одной модели выбираем данные второй модели. Агрегацию надо накапливать. А потом она уже проявится и станет очень понятной. Здесь сложного действительно, ну как говорить, довольно разобраться надо. Вот, правильное слово. Надо разобраться. Выборки сложных моделей. Потому что по агрегации я объяснил тоже очень все подробно. Но я все-таки вас прошу после этого курса, просмотра, который вы просмотрите сейчас, да, вернуться к агрегации. Не пропускать домашние задания. Потому что понимание агрегации, вот нам понадобилось в тегах, да. То есть, если мы начинаем упускать, что-то страдает, думаем, а потом. То у нас появляется небольшой пробельчик. Таких, когда 1, 2, 3, 5, 10 постоянные пробельчик, у нас появляются не знания. А нам надо знания. Поэтому обращаю внимание в уроках на выполнение домашних заданий. Рекомендую. Ну, в принципе, то, что я хотел сказать, я рассказал. При написании тегов мы сконцентрируемся сейчас на трех инструментах. Это простое тег, включение, очень мощный механизм и агрегации. Агрегации. Значит, разобрано все, как говорю, очень подробно. Так что дерзайте. Значит, для новых людей. Школа находится spb-tut.ru. У вас будет такой сайт. Надо нажать, получить логин и пароль. И вы оплачиваете пожизненный доступ. Занимаете. Что непонятно, спрашиваете в группе. Спасибо за доверие.